здравствуйте и вот уже 30 выпуск в 2023 году наше я надеюсь все таки всеми любимой передачи элитное жилье или может быть жульё время забывая название но ничего я друзь владимир григорьевич председатель правозащитной общественной организации иркутской области за граждан несменный ведущий этой передачи еще раз всех приветствую ну и начнем с того что мы закрыли вопрос о предвыборной гонки на выборах 2023 года в законодательное собрание иркутской области в общей сложности удалось встретиться почти с тремя тысячами граждан нужно было 2500 подписей на подписных листах сдать в избирком но при проверке мы конечно столкнулись очень серьезным вопросом это нежелание граждан давать свои паспортные данные то есть из трех тысяч собранных подписей у нас конечном итоге получилось всего полторы тысячи которые можно было бы предъявить в избирком это конечно мало поэтому у нас сейчас осталась задача закрыть расчетный счет сдать финансовый отчет избирком сегодня буквально мне звонил чтобы я это сделал и не затягивал дабы не случилось каких-нибудь коллизий конечно большой опыт во первых коммуникация с гражданами это ни на что и нигде я думаю не купишь 2 конечно сбор вот этот способ который определен законодательно по сбору этих подписей имеет место быть вот эти вот подводные камни сегодня все знают я еще раз напомню о том что у нас очень много телефонных мошенников и вот этот вот листочек где гражданин собственноручно должен записать свой адрес свою фамилию имя отчество и самое главное паспортные данные которыми фактически сегодня в очень эффективно пользуются мошенники конечно людей отпугивает но мы не отчаиваемся мы не расстраиваемся и уже думаем о том как мы будем принимать участие и готовиться все-таки уже заранее к выборам в городскую думу города иркутска там порядка всего лишь 100 подписей нужно собрать для самовыдвижения но сегодня будем рассматривать вопрос все-таки может быть до нового года решится вопрос о вступлении партию ну а теперь к нашей любимой работе на этой неделе буквально удалось уже провести осмотр жилого комплекса затон застройщик у нас союз инвест давайте посмотрим что нам получилось увидеть и я расскажу о своем мнении о данному жилому комплексу вот у нас у нас кто опять ворует газон вкусные газоны жилой комплекс затон вот такая вот грамина очередной раз у нас служба государственного строительного надзора допустила ввод в эксплуатацию объекта без конструктивной шумоизоляции межэтажных перекрытий гидроизоляция у нас санузла сделано обмазочная мы считаем что должно быть сделано оклеечная это из таких глобальных вопросов но плюс жилому комплексу плюс а плюс в том что вообще домовые инженерные сети у нас находятся в местах общего пользования то бишь в коридоре теперь у нас вместо тамбура одна дверь установлена на улицу и подвешена тепловая завеса буквально недавно в арбитражном суде у нас рассматривалось дело как раз этот вопрос подлежал рассмотрению по поводу необходимости установки там вот эксперты пришли к выводу что город иркутск у нас находится в климатической зоне где тамбур обязателен последний штрих парковка жилого комплекса затон здесь я думаю застройщики потом скажу что это временная стена а так вот на улицу видны щелки просто прямо на улицу и все но из существенных замечаний конечно отсутствие шумоизоляции у нас уже появились обращения мы уже работаем уже готовится претензия к застройщику ну и конечно я думаю мы напишем все-таки жалобу службу течение службу на на в прокуратуру проведение проверки в отношении службу государственного строительного надзора ну я прошу извинения мы уже занимаемся более трех лет и мне кажется застройщики хоть как-то но шумоизоляцию начали делать здесь категорически застройщик говорит что типа за дольщик должен сделать это все своими силами как он это будет делать во первых во вторых кто ему право даст это делать у нас городостроительном кодексе написано черным по белому что строительством заниматься может либо индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо а если мы будем еще говорить о том что эти работы оказывают влияние на безопасность здания то юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель должен быть еще членом сыро но если плюсы если плюсы а плюс в том что застройщик при проектировании предусмотрел размещение общедомовых коммуникаций в не границах квартир это плюс это у нас уже на нашем опыте второй жилой комплекс такой то есть где ну вот решена проблема вот этих вот коммуникаций с которыми постоянно сталкиваются проблемы и извините пожалуйста вы на в некоторых случаях приводит дорогостоящему ремонту уже ну даже на стадии гарантийных обязательств но еще один момент который мне очень интересно будет задать вопрос прокуратуру иркутской области как это у нас застройщик умудрился вместо тамбура в местах общего пользования заменить вторую дверь которая в обязательном порядке должна стоять просто в обязательном порядке должна стоять заменить ее на тепловую завесу то есть грубо говоря дверь должны были поставить двери теперь нету теперь есть тепловая завеса за которую дольщики будут платить постоянно деньги то есть вопрос об энергетической эффективности то есть грубо говоря при сегодня я буду говорить что я в этом даже уверен что при вводе объекта в эксплуатацию были нарушены как требования 384 федерального закона так и 261 об энергетической эффективности вопросов очень много поэтому будем обязательно разбираться тем более я думаю что в ближайшее время у нас будет все таки уже собрание собрание нескольких общественных организаций и будет ставится вопрос о организации ну в моем понимании в моем желании это ассамблея поэтому будем двигаться и будем обязательно об этом рассказывать для чего для того чтобы вести вот эту вот борьбу с надзорными органами прикладывать все усилия к тому чтобы надзорными надзорные органы у нас именно надзирали они просто ходили и присматривали в минувшие выходные по просьбе свободной прессы выехал на осмотр огороженного земельного участка на верхней набережной прям сам самой близи у жилого комплекса родные берега как выяснилось сам земельный участок принадлежит данной компании земельный участок огородили буквально середине июня и главное огородили так что к одному из жилых домов частного домовладения перекрыли просто подъезды подходы но подход ладно он есть там тротуар с козырьком а вот вопрос связанные с обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации жилищного фонда я напомню извините пожалуйста у нас в стране такие пожары бывают в деревнях что а город иркутск очень много кто называет большой деревней почему а потому что очень много деревянных домов кстати иркутск то горел горел причем очень сильно горел да давно но это было кто исключает сегодня возможность что это может повториться ветер у нас всегда дует жарко у нас тоже всегда бывает поэтому осмотрели земельный участок забор поставлен парковок нету подъездных путей тоже не совсем обеспечено информационного плаката пока на земельном участке нету давайте посмотрим что удалось нам увидеть и небольшие комментарии после репортажа здесь у нас поступали жалобы от жильцов по поводу того что забор поставили и вот этим дальним домам да то есть преградили подъезд пожарной техники напомню с той стороны уже будет обрыв на нижней части попасть как минимум к этому жилому пусть очень старенькому дому то есть фактически невозможно то есть как это будет обеспечиваться то есть вот людей был выезд то есть здесь скорее всего был подъезд какой-то да то есть сейчас здесь стоит забор вот такая вот ситуация не так давно я был на осмотре квартир как раз именно в жилом комплексе родные берега и один из представителей компании который присутствовал в качестве представителя застройщика по вопросам качества сообщил прямо на видео отвечая на вопрос кто вас пригласил из администрации города иркутска работать в частной компании было отвечено распутин алексей владимирович то есть понятно мы не можем говорить директор он не директор может быть работник отдела кадров но данный господин является действующим депутатом городской дум данный господин обещал что жилой комплекс родные берега будет с видовыми квартирами а что сейчас делается сейчас было сделано объединение нескольких земельных участков находящихся в частной собственности при этом было сделано перераспределение площадей между частными владениями и землями которые принадлежат администрации города иркутска именно в этом направлении мы буквально на следующей неделе начнем писать запросы для того чтобы уми города иркутска нам предоставила информацию как был сформирован участок когда и каким кадастровым инженером а для чего а для того чтобы проверить законность формирование земельного участка потому что перераспределение у нас законодательно допускается но насколько я сейчас помню буквально там в размерах 10 процентов от площади участка а у нас иногда бывают такие случаи что участок 10 соток а перераспределили получилось 30 вот такие вот у нас фокусы в администрации города иркутска бывает ну и напомню у нас алексей владимирович распутин нынче также ведет предвыборную кампанию и будет пытаться попасть уже законодательное собрание видимо уже четко ему есть понимание что на территории города иркутска земли уже не осталось необходимо завоевывать ресурсы на территории самой иркутской области будем обязательно следить за его деятельностью и обязательно будем рассказывать что нам удается выяснить вот о таких депутатах строителей которые непонятно все таки чем занимаются в администрации города иркутска ну случайно по пути удалось заехать на жилой комплекс соло название конечно у нас выдумывают ну просто нету никаких комментариев жилой комплекс застройщик компания макс строй которая принадлежит еще одному строительному семейству девочкиных напомню максим евгеньевич девочкин также является депутатом думы города иркутска также собрался выдвигаться в законодательное собрание иркутской области буквально в этом году тоже уже висит везде по городу висят очень веселые плакаты давайте посмотрим репортаж и я расскажу одну историю уже историю по данному жилому комплекс и вот что значит быть депутатом городской думы здесь у нас стоит тоже многоквартирный жилой дом рядышком вот территория проезжая часть вот у нас подпорная стеночка вот этой подпорной стеночки до окон многоквартирного жилого дома ну я прошу извинения наверное метра два три а у нас есть норматив который говорит о том что стоянка автомобилей не должна быть ближе чуть ли десяти метров соответственно вот стоянок у нас здесь парковочный так скажем гостевых да то есть их тут штук пять буквально остальное все уходит вроде бы как в подземную парковку но мы пока не знаем есть ли у нас достаточно ли мест у нас в парковочном месте чтобы обеспечить всех жильцов парковочными местами но тут мне кажется как говорится бабки не нужно ходить что вдоль этой подпорной стенки будут ставится машины потому что ограничение никакого нету и соответственно интерес вот этих вот собственников да вот этого многоквартирного желтого дома будут нарушены кто будет этим вопросом разбираться никто напомню передачу мы в основном то это вещаем для чего для того чтобы просвещать граждан потребителей это одна из основных уставных целей общественной организации иркутской области за граждан и в большинстве случаев сегодня звонки поступают уже как это принято говорить по сарафанному радио нам дали ваш телефон владимир григорьевич скажите что нужно делать владимир григорьевич всегда говорит что нужно делать но вот попадаются у нас граждане которые все-таки думают я прошу извинения чтобы это не грубо главное звучало но попробовать быть умнее и вот результат звонила нам дольщица ей сказали предложили не сказали предложили пойти получить ключи подписать акт и потом прийти к нам чтобы друзь владимир григорьевич уже зная все механизмы начал работать застройщиком был так скажем между молотом и наковальник для того чтобы урегулировать вопрос тем более с данной компании вроде бы но тяжеловато но удается настраивать взаимосвязь но наш гражданин решил попробовать сам написал замечание застройщику звонит сегодня и говорит что застройщик не хочет ничего делать я предложил еще раз идите заберите ключи поступает повторный звонок а мне ключи не отдают и сказали что получу я ключи через шесть месяцев потому что у застройщика срок строительства по договору долевого участия в строительстве до конца двадцать третьего года и застройщик сегодня и прямо заявил что ключи получите когда срок придет либо пишите расписку о том что мы замечание вам все устранили за пятьдесят тысяч рублей и двадцать пулей цемента и вы к нам претензий не имеете вот тот случай о котором я всех предупреждаю прошу вас звонить писать распространять это видео потому что на сегодня материалы у нас закончились будет следующая неделя будет новая работа будет новая информация поэтому всем до свидания распространяйте еще раз это видео подписывайтесь на наш канал пишите сообщайте комментируйте и жалуйтесь обязательно выйдем посмотрим а то что касается долевки то вопрос еще раз у нас очень огромная практика я прошу извинения но я знаю всех застройщик может быть практически всех и как с каждым застройщиком работать я всегда проконсультирую основная задача заберите тихонько ключи подпишите акт а только потом говорите что вы знаете друзья в г потому что ситуация ключи догонять потом гораздо сложнее самое главное теряется время до новых встреч ровно через неделю уйдем Продолжение следует...